Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «Главное» в студии Андрей Домашкан. Эфир сегодня доверили привести мне. И наш гость сегодня это доктор истории, член исполкома партии гражданских ГГС Март Качук. Марк Евгеньевич, добрый вечер. Здравствуйте, Андрей Иванович. Я вас видеть. Взаимно-взаимно. Хотел бы поговорить вот о чем. Вот недавно мы отмечали 31-ю годовщину независимости Республики Молдова. Кстати, вчера Приднестровье даже отметила 32-ю годовщину, умудрилась. Молдова когда-то была цветущей страной. Была развита и промышленность, и сельское хозяйство, и энергетики, и многие другие отрасли. Количество инвестиций, которые инвестировали из Молдовы, практически не сравнимо ни с одной из республик. И тем не менее, на момент распада Советского Союза прошли какие-то изменения. И эти изменения мы практически несем в последние 31 год. Почему так случилось? Почему мы одна из беднейших стран Европы? Что пошло не так? Ну да, самое время обсуждать именно эти вопросы. Хотя наша ответственная политическая экспертная публика норовит все время увильнуть от этих острых тем. Спасибо вам за этот вопрос. По большому счету нужно сказать о том, что далеко не одна Молдова оказалась в подобном положении 31 год назад. Ну, спустя 31 год. Если сравнивать все то, внутри чего жила Молдавская ССР, я имею в виду потенциал Советского Союза, и сравнивать все то, на что он развалился в настоящее время, конечно, в целом ситуация плачевная. Ну, за небольшими, может быть, относительно оптимистическими проектами. Я не собираюсь сегодня говорить о других странах, это будет неправильно. Нужно говорить о своей собственной стране, если критиковать, то свою собственную страну. Не, ну, может, какие-то исходные процессы в соседних странах. Но в целом, Молдова совершила достаточно предсказуемую эволюцию в сравнении со всеми остальными государствами постсоветского пространства. Без исключения. Без исключения. Наверное, у нас ситуация оказалась наиболее жесткой и непоправимой, если сравнивать масштабы разрушения в середине 90-х и связанные с деиндустриализацией, катастрофическим снижением внутреннего продукта, известно сравнение, что Молдова потеряла более половины своего ВВП в 90-е годы. Это можно сравнить только с Таджикистаном, в котором была гражданская война, изнурительная, долгая. В Молдове тоже был преднестровский конфликт, но его масштабы были не столь разрушительны. Тем не менее, провал случился. Во многом, это объясняется целым рядом причин, которые вообще были запрограммированы. В том числе, подобного рода последствия в конечном итоге были уже неизбежны. На момент конца августа 91-го года. И уже тогда были люди, которые понимали, что все, что предстоит народам бывшего Советского Союза, будет очень не похоже на те замечательные ожидания, которые испытывала тогдашняя элита. Я не собираюсь на этом долго останавливаться, но несколько штрихов я все-таки скажу, что прошло более трех десятилетий, и интерес настоящих глубоких макросоциологов, исследователей, мыслителей к тому, что случилось с Советским Союзом, и почему же он распался. Этот интерес растет, и появляются очень интересные работы. Невероятно интересные. Я об этом говорю только по одной простой причине, что вот тот примитивный уровень обсуждения процесса распада Советского Союза сходится к тому, что вот проклятая империя распалась, она была неконкурентоспособна, в ней существовал исключительно террор НКВД, ОГПУ, КГБ и КПСС. Люди не могли выезжать за рубеж, и вот все так плохо и печет. Это известная теория, и плановая экономика еще сюда продвигается, и поделяется на нефть. Обычно об этом говорят. Да, да, но это такие частности уже, и все распалось. Нужно сказать, что еще в конце 80-х годов, как это теперь становится известно, потому что тогда туман распада был такой, что многие этого просто не видели, не слышали, не знали. В самом конце 80-х годов в целом оценивались три перспективы возможного развития Советского Союза. Одна из них была связана со ставкой на фундаментальную науку и инновации. В этом смысле у Советского Союза был потенциал, правда, утраченный приоритет. В всем, что касалось компьютерных технологий, программирования, Советский Союз лидировал до середины 60-х годов. Просто вся западная кибернетика цитировала Калмогорова, Китова, попытки создания первого, фактически, интернета, автоматических систем управления, Глушкова. Все это было. Да, Калмогорова был больше математикой все-таки. Ну, вернемся к вопросу ближе к Молдовии. Второе, мы сейчас вернемся ближе к Молдовии, там будет все, без этого нам сложно пройти. Второе, это попытки интегрировать Советскую Систему в Европейский Дом. Об этом еще меньше известно, но это был достаточно реалистический сценарий. Я буду задавать вопросы, я на них отвечу. Ну, и третье, самым невозможным сценарием считался распад. А почему он считался невозможным? Потому что были какие-то отдельные диссидентские движения в национальных республиках, очень невлиятельные, очень слабые, очень незначительные. И даже тогда, когда их авторитет поднялся в конце 80-х годов, все равно поверить в то, что эти люди могли возглавить в дальнейшем отдельные независимые государства, в это было сложно поверить. Это были романтики. И действительно, процесс распада случился, но не эти люди возглавили независимые государства, а бывшая партийная номенклатурная элита. И вот тут последний штрих, почему так все. Потому что очень многие процессы распада, которые длятся сегодня, они запустились еще внутри Советского Союза и были связаны с тем, что на каком-то этапе действующая тогдашняя элита превратилась в такой костный номенклатурный аппарат, который, в общем-то, абсолютно утратил всякую связь, какой-то доминирующей даже тогдашней марксистской социологической теорией. Они сами относились к этому как к какой-то билиберде, которую нужно просто озвучивать. Лучше даже не ее, а какие-то материалы съезда. А лучше не материалы съезда, а каких-то тогдашних политических подождений. Контритут руководители, да. Да. И тогда это обеспечивает тебе какую-то военность. И вот когда произошел распад, именно эти люди в силу своей конъюнктурности, обладавшие и административным потенциалом, и опытом административным, каким-то хозяйственным, они быстрее всех сориентировались, сожгли свои партбилеты, и уже на этом предательстве начало развитие всех остальных независимых государств. В молдавском случае, в молдавском случае это приобрело особенно трагические формы. Хотя многие вещи были не только... Вот то, что было в Молдавии, все считали, что мы кормим Россию, например. Это было, так сказать... Распространенное мнение, которое... Абсолютно распространенное мнение. Практика состояла в том, что Россия... В Советском Союзе было два самодостаточных, две самодостаточные республики. Это была Россия и Белоруссия, даже не Украина. Последняя статистика, вот сейчас в газете «Коммерсант» два года назад шикарно опубликована. Это была секретная информация. Но, тем не менее, так сказать, это было так. И, в общем-то, это не снижало, а, наоборот, накаляло атмосферу, в которой каждое независимое государство считало, что она жертва. А второе состояло в том, что, поскольку руководили этими странами начетчики, в общем-то, повторюшки-хрюшки номенклатурные, у них исчезли материалы съездов, там, 27-28-х. Что появилось? На что они поменяли свои ценности? На все то, с чем они боролись. И вот, например, в молдавском случае... Вот они это лучше всего знали, или были призваны бороться. Вот, например, в Молдавии. Почему в 91-м году, вот тот переворот, который случился, связан был с обретением независимости молдавской, не был связан, например, с каким-то поднятием на щит исторического мифа, в хорошем смысле, Молдовы времен Штефа-Нача-Мария? Нет, случилось не это. Подняли на щит ценности межвоенного периода, 18-40-х годов. Кстати, вам ситуация сегодняшняя не напоминает? Напоминает. Так вот, почему это произошло? Я вам скажу, потому что 99% тогдашней партноменклатурной элиты, идеологической ее части, института истории Компартии Молдавии частичной, они боролись с румынскими фальсификаторами процесса присоединения Бессарабии к Советской Родине. Они лучше всего этого знали. Что Штефа-Нача-Марий, что Карл Великий, для них были очень дальние, непонятные, незнакомые фигуры. А вот про Сфятул Церий и про Антонеску они знали все замечательно. Исследуя своей подлой логике номенклатурщиков и конъюнктурщиков, они меняли плюс на минус очень легко. Так везде произошло. Везде, без исключения. И вот тут мы сталкиваемся с другой историей. Республика Молдова далеко не самодостаточная страна. Ее процветание и развитие было связано со многими факторами, но в том числе с гигантскими капиталовложениями, которые шли из союзного бюджета. Активно поддерживались. В этом была своя логика. Советский Союз на западной периферии Советского Союза своих строил витрину. Это было и в Российской империи. В Бессарабии строили витрину для балканских стран, находящихся там под Игом Османским. Ну хуже нам от этого не было. Нам было прекрасно. И у многих сложилось впечатление, что многие не подозревали, что в это время в России, например, была карточная система уже. Во многих районах, огромных, индустриальных. Что тогда, когда у нас кисало молоко в Молдавии, в холодильниках, многие неделями не могли его купить в России. И только сейчас это становится явно открытым. И когда все это рухнуло, включая всем известные экономические цепочки, рухнуло все. А у власти элита предательская. И вот этот момент с самого начала они восприняли молдавский государственный проект. Ну, это единственный, кстати говоря, случай на постсоветском пространстве. Потому что с кем они боролись? С румынскими, напоминаю, фальсификаторами, историей объединения Бессарабии, вхождение в состав Советской Родины. Значит, проект какой? Ликвидации Молдавии. Теперь. Наоборот. Да, в обратную сторону. В обратную сторону. Значит, молдавский проект краткий. Значит, с самого начала элиты государственные стали формироваться по принципу отрицательного отбора. То есть худшие. Для того, чтобы стать представителем власти, правительства, часто депутатом, ты должен демонстрировать ровно те качества, которые просто исключены в обществе. Тебе вот за вот эту подлость, за свою смену позиций, тебя не только из семьи выгонят. С тобой друзья здороваться не будут. И вот эти качества, они начали по этим принципам отбираться. Люди понимали, что, я заканчиваю, проект краткосрочный. Проект называется банкротство предприятия Республики Молдова. Значит, за что идет борьба? За право быть ликвидатором. Для того, чтобы урвать последние кусочки. Чудесно. Вся молдавская политическая элита практически полностью, я не буду говорить левая, правая, центристская, практически полностью вся живет краткосрочными интересами. Здесь никто не закладывается на какие-то дальние проекты, что будет через 20 лет, что будет через 5 лет, не думаю. Поэтому мы стали в этом смысле политической карикатурой. Вся так называемая наша политическая элита, это люди, которые поменяли по 5 партий. Иногда у них часто смена партийных флагов, под которыми они выступают, происходит чаще, чем смена сезонов в течение года. И это вообще считается нормальным. Говорят, молодец, приспособился. Вот, это случилось. Это произошло. И поэтому в стране, которая лишена природных ресурсов, природных богатств, которым действительно был главный капитал, это были люди, это был какой-то экономический потенциал, который был дан, этот потенциал воспринимался как ресурс для немедленного краткосрочного обогащения. И это длится до сих пор. Подождите, вот вы говорите об элитах. То есть вы хотите сказать, что другой элиты, кроме политической, те, которые были, скажем так, перерожденцами из партийных элит, другой элиты не было. То есть у нас не было силовой элиты, как у российских, например, КГБ существовало. Не было какой-то буржуазной элиты, потому что не создалось, не было больших предприятий. А она в принципе... Или какая-то там директорат какой-нибудь? Нет, может быть. А где была интеллигенция? Она прослойчкой осталась? Интеллигенция сыграла роль катализатора распада, к сожалению. Интеллигенция – это люди, мечущиеся и имеющие право на ошибку. Они меняют свои точки зрения по очень многим, так сказать, обстоятельствам, но они не оказались во власти. Это принято говорить, что у нас поэты и писатели руководили Республикой Молдовы. Не руководили никогда. Когда поэты и писатели после наступления независимости в Молдове исчезли. И как явление, как феномен, вы говорите, что с ними, с элитой. У нас были Друц, у нас был Аурелий Бусуёк, Николай Есененко. Ну, сегодня мы с трудом начнем кого-то вспоминать. Друц уехал в Россию. Наверное, кого-то мы вспомним. Ну, Друц уехал в Россию, еще прибудили. Вот, начнем, наверное, кого-то вспоминать. Ну, научная элита вообще, она, конечно, существует. Но она на уровне, так сказать, ее статус в обществе, на уровне водителей такси, статус которых, в принципе, неплох. Иногда в сравнении с научными работниками. Вот. Элиты другой нет. Все остальное, вы посмотрите, уже какой круг проходит у нас молдавская политическая история. При том, что у нее есть какие-то интересные преимущества, но об этом чуть позже, если появится возможность. Но в смысле того, что происходит вращение примерно одних и тех же битых фигур, вот, даже те свеженькие, которые появляются, тоже известны своим вот таким вот движением. Да, но те, которые были впервые в 90-е годах, они не удержались у власти. И практически из той когорты осталось совсем немного людей. Ну, как? Хотя, какие-то очень интересные личности. Мы говорим, я сейчас не буду называть, но вы себе представляете несколько персонажей, которые тянутся из тех времен еще. Ну, там, ну, несколько. Несколько персонажей, но дело их живет, конечно, Матрюк. И сейчас, вот, что можно сказать в принципе, что у нас сложилось, ну, то есть, по темпам обеднения, конечно, вы правы, Андрей. Молдова еще совсем недавно пыталась разделить какие-то последние места в Евросоюзе с Албанией или с Боснией-Герцеговиной, которая была испепелена гражданской войной тяжелейшей. Сегодня Босния лучше, Албания лучше. А там, где мы сейчас находимся, это зона бедствия, при этом необъявляемая зона бедствия, скрываемая, законспирированная зона бедствия под различными очень замечательными лозунгами и словами и с абсолютным тупиком в смысле каких-то социальных, экономических ожиданий. Но процесс распада, процесс банкротства, как нельзя, так сказать, в активной фазе, в самой активной. Вот я бы сказал так, что, так как вы рассказываете, примерно это закономерная зона. Один из, например, моих, скажем, знакомых профессоров, профессор зарубежного вуза, не из Молдовы, сказал, что вы просто попали, Молдова точнее, попала в геополитическую ловушку. И поэтому, находясь в этой геополитической ловушке, она не смогла решить свои эти вопросы. Но при этом он мне сказал, что она плавно дрейфует в Румынию. Ну, смотрите, Андрей, ну можно и так говорить постфактум. Это называется послезнание. Значит, знал бы прикоп, жил бы в Сочи. Ну нет, здесь ловушка больше того, что вы не смогли бы ничего сделать. Вы сами в нее попали, и пока вы из нее не уйдете, вы не сможете. Ну, кто такие мы, надо еще ответить на вопрос. А вообще, мы в очень хорошем месте находимся. И это место, и проблема как раз заключается в том, что все то, что является ресурсом и преимуществом, господствующая элита воспринимает как недостаток. Ну, например, то, что у нас чувствуют себя как на своей земле и на родине и титульные молдаване, часть которых считают себя румынами, и болгары, и гагаузы, и украинцы, и русские. Это плохо или хорошо? Я думаю, хорошо. Это хорошо. Кто об этом говорит, что это хорошо? Никто. Господствующие элиты строят этнократическое государство. Этнократическое государство – это всегда государство, которое работает как рубанок, подрезает себя под один стандарт. Ну, вот, например, и это уже противоречит рыночной экономике, чему угодно. В Соединенных Штатах, например, вообще нет государственного языка. Значит, самая классическая рыночная страна. Я сейчас не про государственный язык говорю. Например, про это. Второе. Вот у нас сегодня есть так называемый Приднестровский конфликт, который находится в достаточно нормальном, более-менее замороженном состоянии. Ну, почему из этого не извлечь? Нормально, потому что нет жертв в этом мире. Ну, я имею в виду формально, что международное признание, например, не существует. Это тоже очень важно. Вот, но на этом же тоже множество. Вот вы говорите, вот директорат элиты. Так директораты элиты как раз ушли в Приднестровье. И ушли они еще в 90-м году. И многие там появились только в 90-м году. Потому что с их деловой хваткой они не понимали направление вот этой вот разрушительной тенденции. И не способны были к ней адаптироваться. И вот эта группа фракции Советская Молдавия, из Верховного Совета Молдавской СССР, условно говоря, перешла Днестр. Как когда-то в обратной истории. Гаминьдан ушел на Тайвань. Здесь другая политическая фракция, значит, совершила... Но они во многом оттуда и были. Во многом, но не всегда. Идем дальше. Вот. То есть, это разнообразие. Удивительнейшее разнообразие. Удивительнейшая предпринимательская ловкость населения. Неготовность быть румынами большой частью. Это тоже преимущество. Почему все должны быть под одной гривой. Другой стороны, есть люди, которые считают себя румынами. Являются проводниками румынской культуры в Молдове. И современной румынской модернизации. Это тоже хорошо. Разве сложно все эти вещи соединить вместе? Сложно, знаете. Сложно. Какие эти? Вот эти вот разные вещи, компоненты. Сложно. Сложно тогда, когда у тебя нет перспективного проекта, нацеленного на будущее. На далекое будущее. Потому что такой проект всегда примеряет интересы. Он находит место каждому. Он создает представление вертикальных лифтов. Когда такого проекта нет. А все, вся пропаганда, вся идеология строится на прошлом. На восхвалении какого-то кусочка прошлого. И на стигматизации всей остальной истории. Мы жертвы коммунизма. Мы жертвы, мы жертвы. Наконец мы освободились. И вот люди смотрят, от чего мы освободились и к чему пришли. И говорят, слушайте, ну это же как бы вообще тюрьма. Вы просто недоразвитые. Вы смотрите пропагандистские телевидения. Вы вообще ничего не понимаете. И вообще с вами говорить не о чем. Вы не наш электор. Поэтому, значит, если с этой мыслью расстаться, конечно, да, еще, вот чтобы расстаться, последняя мысль в этой части. Не знаю, что у вас там за вопросы дальше будут. Но уже вопросы интересные. Вот. Понимаете, вы обратите внимание, так называемая элита является самозванной у нас. Они себя обозначили элитой. Термин элиты, они называют политической элитой страны. Элиты. Кто такие элиты? Кто такие элиты? Вы кто такие? Почему вы считаете себя элитами? Кто вас назначил элитами? Элиты – это люди, способные, значит, ну, во-первых, с невероятной предприимчивостью, с определенным уровнем знания, бэкграундом, развитием, образованием. Но это же не вы. Вы на них не похожи ничем. С определенными моральными кодексами и принципами. Нет, это не вы. Элиты – это большинство молдавского общества. Большинство, которое находится далеко от власти. И не принимает, и раз в 4 года участвуют и выбирают, так сказать, вот эти вот элиты. Элиты – это люди, которые способны выживать в условиях, когда 90% средних доходов молдавского населения, это официальные уже, так сказать, данные, уходят на еду, на транспорт и на ЖКХ. А сейчас уже этого хватать не будут. Вот как выжить, как детей воспитать, как отдать им лучшее, подарить перспективу, как устроиться на 8 работ или уехать, заработать, и вернуться, и привести вот это – элиты. А вы не элиты, вы самозванцы и дармоеды. И, к сожалению, нарастает два процесса. С одной – процесс банкротства страны, гражданства, которому они ведут, а с другой стороны нужно совершить переворот неизбежно. Не будет переворота, будет так, как говорил ваш профессор. А на самом деле преимущество – быть территорией транзитной, контактной. Территория, которая одинаково хорошо говорит на русском, на румынском, на украинском, на гагавузском, на турецком. На турецком, да. Да, ну так. На турецком. На болгарском языке, два языка Евросоюза. На польском – пожалуйста. Это же уникальное место. Здесь каждый страны региона чувствует себя на месте, в родном месте. Это и называется вклад в общее дело. Молдова способна на этот вклад. Она до сих пор способна на этот вклад. Она способна стать транзитной. Но для этого, кто был ничем, должен стать всем. Элиты должны смениться. Эти ребята из парламентов и так далее подметать улицы, зарабатывать деньги в Италии, значит, ухаживать за пожилыми в Португалии, подстригать цветочки, резать огурцы. А вот остальные должны думать о том, как создавать совершенно новое. Я еще не сказал о важных политических вопросах, почему мы оказались в тупике. Мы же и политически себя обрекли. Наша декларация о независимости 27 августа говорит о том, что мы объявили свою независимость наполовину, только от СССР. Но и объявили дрейф в сторону соседнего государства. Мы там осудили факт Молотова-Риббентропа. Так вот, Украина современная состоит из пяти областей, которые стали результатом этого так называемого пакта. Я не буду об этом говорить сейчас. Но никто не позволил себе осудить этот пакт. В этом смысле. Потому что приобрели территорию, понятно. Мы тоже стали независимым государством. Возможно, мы стали независимыми. Не потому, что Бессарабия была единственной территорией, которая действительно не признавалась Советским Союзом. И Румыния отсюда ушла в результате решения своего правительства не под воздействием оборуженной агрессии. Но тем не менее, когда это записано в декларации о независимости, о том, что мы будем частью другой страны, в конечном итоге этот вывод напрашивается. В чем же независимость? В чем же независимость? В чем программа независимости? Независимость – это всегда тяжелый путь в гору. Ты увешан камнями. Ты увешан тяжелым грузом, историей, обязательствами, ответственностью. Но ты идешь, ты падаешь, ты срываешься, но все равно карабкаешься. Так выглядит независимость. Но если независимость – это путь с горки, путь с горки, где ты, так сказать, бежишь и поднимаешь руки, как говорят украинцы, до горы, и объявляешь гражданскую капитуляцию, это не борьба за независимостью. Это называется иначе. Это называется даже не измена Родины. Это слишком пафосно. Это измена всем окружающим тебя людям, которые отдали за тебя голоса, которые на тебя понадеялись, которые от отчаяния пошли и бросили в бюллетень. Ты плюешь в них каждый день. Вот поэтому нужен переворот. Не государственный. Государственный. Во имя государства. Государство, образующий переворот. Вот это необходимо сделать. Честно говоря, когда вы стали рассказывать, скажем, о самозванцах, сразу появилась аналогия 2018 года, тогда-то уже говорили о том, что Стеря тоже, или там Халипа, были определенной степени самозванцы. В общем-то, Сватал Церий был самозванцами. Но об этом, по крайней мере, учили нас по тем учебникам советским, которые были, о которых вы рассказываете, элите. Но тогда непонятен другой вопрос. Скажите, пожалуйста, тогда почему реформы были такими радикальными, если мы себе представляли, что это у нас собственный народ? Ну, возьмем, допустим, реформу, скажем, в сельском хозяйстве, или реформа на земле. Там было два человека, которые были абсолютно привязаны к земле. Один был Мирча Снегур, бывший президент, который был директором сельскохозяйственного института, скажем, достаточно уважаемым и грамотным человеком. А второй был Сангелий, который вообще был не просто эгрономом по образованию, он был министром сельскохозяйственной и пищевой промышленности до того, как стал премьер-министром. Почему же реформа была такая радикальная? Кто ее толкал, такую радикальную реформу? Почему они не согласились на нее? Андрей Иванович, уважаем. Это вот о элитах, если мы говорим. Да, Андрей Иванович, смотрите. Я вот точно, наверное, не тот человек, и есть известный человек, Александр Сергеевич Муравский, который достаточно активно работал над программой «Помэнт». Я помню его аргументацию, кстати говоря. А он там участвовал как-то в этой программе? Я не хочу сейчас. Вот вы его сами спросите, пригласите в студию. Я почему спросил? Потому что сейчас кого не спроси, те, кто участвовал. Мы ничего не знаем, мы не участвовали, это не мы, мы не причем. Александр Сергеевич Муравский достаточно ясно и четко дает объяснение тому, что случилось с программой «Помэнт», почему она была такова, а не иная, почему она была такая радикальная и прочее. Я, отчасти опираясь на его аргументацию, могу дать объяснение, не оправдание. Я не специалист и никогда... Не с вашей точки зрения. С моей точки зрения следующая. Нет, с моей точки зрения следующая. Понимаете? Аграрный сектор, это всегда некий, никогда не может быть фундаментом экономическим. Ну, после того, как феодализм исчез. Когда наступило индустриальное общество, то это всегда одно из следствий. Не бывает развитого аграрного производства без развитой науки, агрохимии, агрономии, защиты растений, растеневодства и так далее. И без индустриальной части технологий. Вот по этим первым двум столпам был нанесен колоссальный удар. Вообще, молдавская независимость и распад молдавской научной элиты начался с беспрецедентной, кстати, атаки на Академию наук. Все об этом забыли. Это было просто шельмование. Академия наук была приравнена к месту самого страшного мракобесия. Выходили фильмы про то, что из Академии наук исходит все самое большое зло. Молдавская Академия наук? Вот, выговоря с профессором Жученко. Так вот, академикам. Так вот, к моменту, когда внедрялась программа «Помент», я боюсь перепутать и боюсь соврать, все это ровным счетом уже происходило. Разорение происходило, разграбление, разграбление техники, самозахват участков, попытка, так сказать, разделиться на какие-то квоты. И вот в этот процесс распада они пытались внести, я говорю не об оправдании, тут нет оправдания, они пытались внести какую-то рыночную и правовую логику. Или порядок какой-то. Или какой-то порядок. На этом я умолкаю. Но в целом, если говорить о том, что если кто-то ожидал конструктивных эффектов от этих действий, то, конечно, это утопия. Конечно, это утопия. Потому что разрушено было как раз рыночное, большое рыночное хозяйство. Разрушен был комплекс, который чрезвычайно консервативен. Сельское хозяйство для того, чтобы там добиться перемен. Вот есть, опять же, две аналогии. Есть аналогия Академии наук. Для того, чтобы Академия наук начала плодоносить, то есть давать трансфер технологий, участвовать во влиянии на экономику, нужно примерно лет 15-20 каждый год в них вкачивать ресурсы. А 5-7% от ВВП. Только тогда этот виноградник начинает плодоносить. В сельском хозяйстве примерно то же самое. 15-20 лет. Это такая история. Если мы говорим об аграрном комплексе всей страны. Так вот, для того, чтобы хотя бы приблизиться к показателям того времени, условия глобального потепления, вообще непонятно, что делать. Нужны десятилетия. Но начинать надо не с сельского хозяйства. Ну, не бросать его, конечно же. Ну, начинать надо с АЗОВ, с просвещения нации, с создания образовательных платформ, с создания конкурентноспособных научных объединений, и, конечно, индустриализации. Но это мы забежали вперед. Я не знаю, что вы меня там будете спрашивать дальше. Нет, вы сами пришли к этому вопросу. Вы же сами говорите, что сельское хозяйство не первое вопрос. Поэтому, поэтому, можно подумать... Другой вопрос, конечно, почему вот это меня беспокоило. И у меня только конспирологический есть ответ. О радикализме вы сейчас. Да, да. Но у меня есть конспирологический ответ не только по радикализму удару по сельскому хозяйству, но и по радикальному удару по индустрии. Да, вот интересно. Кстати, разные были теории. Извините, я вас перебил немножко. Тогда говорили о том, что мы не можем развивать, допустим, приборостроение, которое было очень у нас развито, помните? Потому что, вроде бы, есть некоторые технологии от русских. Эти технологии будут, если развиваться в Молдове, русские будут продолжать вкладывать эти технологии, достанутся кому-то на Западе. И поэтому давайте лучше разрушать. Возможно, русские повлияли на процесс разрушения. Нет, самая распространенная версия, которую использовали в качестве оправдательной, в качестве алиби, господа разрушители, они говорили, это все хлам. Это все неконкурентоспособный хлам. Это хлам. Вот рынок он определит, кто победит. Может, вот этот Мизон надо быстрее закрыть, Четмаш надо закрыть, Молдав Гидромаш надо закрыть, Виброприбор, Тракторный завод. Это все неконкурентоспособный. Трактор наш позже закрывался. Да, да, да. Это уже при нас. Да, при вас. Я бы хотел напомнить. Да, значит, это все неконкурентоспособный хлам, металлолома, его надо убрать. На самом деле, знаете, я вот тут немножко буду таким марксистом в классическом виде из нашего с вами юности. Классовые интересы иногда они не осознаются. Вот как классовый интерес. Люди действуют, большие группы людей принимают решения, не осознавая того, что это решение продиктовано их местом в пищевой цепочке или имущественном положении. Почему так жестоко, так свирепо и так беспрецедентно? Потому что прецедентов больше нет на постсоветском пространстве, кстати, по разрушению индустрии. Согласен с вами. Приватизация была везде, но приватизация приводила к тому, что хищники, юные, так сказать, олигархи или пожилые, они пытались захватить эту собственность и заставить ее работать, как свою. Да, так было при Балатике, например. Да и в России, и в Украине, и в Средней Азии. Я привожу аналогии, потому что при Балатике сейчас успешно, условно говоря, стороной Евросоюз. В Казахстане и так далее. А вот в Молдавии они просто... Вы помните, в газете «Маклер» рубрика была «Станки оборудования», то есть продажи станков, демонтаж и продажи станков и оборудования. Это удивительно, да, что везде потребительские... Да, это была самая толстая часть тогдашнего, в середине 90-х годов. Возможно. Вот, и это очень интересный источник для исследования того, как проходила распродажа и уничтожение. Потому что элиты, о которых мы говорили, и говорили о них в кавычках, очень хорошо понимали, кто их социальный оппонент опасный. Социальный... Ведь самое главное, это не станки и оборудование. Самое главное, это огромное количество, извините, рабочих, квалифицированных. В которых были вложены миллионы денег в их квалификацию, в их образование, в их, так сказать, структуризацию. Структуризацию бизнес-процесса, понятно, да. Это самая большая ценность, но это и самая большая угроза. И, кроме всего прочего, в рамках строящегося этнократического государства, особенно в 90-е годы, до прихода коммунистов, ну что, мы не помним, что ли? Какой гимн был в Молдове до 94-го года. Так вот, в этих условиях, что такое города с этим, так называемым, пролетариатом? Это же язва, это же верная, вечная опасность того, что вот угроза уже мобилизованного, сформированного, с четко понятыми интересами, извините, целого социального организма, сослоя, который всегда может нанести удар по этой романтической румынской мечте. Вот, поэтому это нужно было ликвидировать. Не просто предприятие закрыть, а вот этих вот, этот вот символ, символ индустриальной язвы, которая их все им бесило. Потому что у наших романтических националистов, какова у них была картинка, так сказать, перед глазами благостная? Благостная? Колодец, сад, пиноград, дорога в кодрах, значит, все говорят по-румынски. Вот, все. И редкое население, дымка такая. Но при этом политическая элита хорошо знала, что такое рабочий класс. Космополитический по-своему, который движен только экономическими и социальными интересами. И интернациональный, сплоченный, образованный, очень образованный. Вы вспомните, что такое был Кишинев до 91-го года? Я помню, что такое был Кишинев до 91-го года. Вот, и в смысле и качество образования, и качество, и уровень квалификации людей. Что такое был средний рабочий в Кишиневе в 91-м году? Вот, как он выглядел, чем он занимался, что его интересовало. Вот, поэтому удар был политическим. Это была политическая приватизация. И я не исключаю, вот тут конспирологическая версия, я их очень не люблю, и сам с собой сейчас не согласен. Я думаю, да. Какая могла быть интеграция Молдовы в Румынию или там унирия? С такими вот кусками людей, которые сплочены, сильны, с профсоюзами и так далее. Нет. Нужно деиндустриализировать страну. Нужно ее обанкротить окончательно. И не за счет каких-то там станков, оборудования, а людей. И вот самый большой удар был нанесен тогда не по предприятиям, а самый большой удар был нанесен по квалифицированным человеческим ресурсам. Вот это и совершило вот тот наш провал в очень далекое прошлое, когда даже в 2001 году пришли коммунисты. Вопрос состоял не только в том, что не было накоплений, не было инвестиций для того, чтобы возобновить многие индустриальные процессы. Людей уже не было. Хотя сама коммунистическая партия и партия коммунистов была в этом смысле как раз нацелена на реставрацию какой-то социалистической. Или модели, так сказать, производственные, похожие на то, как выглядел поздний социализм. Но уже не получалось, уже никого не было. Кстати, в это время при этом значительные части этих коллективов оказывались за рубежом целыми цехами. В той же Румынии. В Бухаресте предприятия, вот целые цеха с Мизона, они даже сохраняли униформу и халаты свои с надписями своих цехов. Мизон, ага. Как сегодня мы понимаем, это было чрезвычайно конкурентоспособно. Как сегодня мы это видим и понимаем. Чрезвычайно конкурентоспособно. А на фоне того, что основные фонды практически на всем постсоветском пространстве обновились на доли процента, мы можем говорить о том, что мы видим в Молдове. Молдова это в некотором смысле перспектива всего постсоветского пространства. Так как плохо нам, мы просто их опережаем в своем падении. В демодернизации, в демографическом падении. У всех демографическое падение. С заключением нескольких республик центральных. У нас все это происходит. Исход. Вот тут мы пионеры. И поэтому мы первые, ударившись о дно, первые оценив, что все, мы и приплыли, и доплыли, и так далее. Мы должны оторваться от этого дна и показать. И выныривать. Выныривать и показывать пример остальным, что выныривать можно. Что только нужно. Ну, об этом я скажу, если вы мне зададите вопрос, что нужно. Мы, может быть, дойдем до этого вопроса. Вопрос, вы знаете, сейчас вы много говорите о Румынии. Вот имеет ли право на жизнь такая теория? Вы говорили, говорили, скажем так, в те времена еще, а потом еще после этого. Была такая оценка, что, возможно, на период распада Советского Союза в 90-е годы ВВП на душу населения Молдовы был явно выше румынского. И румыны выглядели беднее нас, и, может быть, даже в какой-то степени несчастнее нас. И в это время в обществе существовала теория объединения. Вы сами об этом рассказывайте. Чтобы этого хотела и политическая элита, которая видела такое движение, как спуск с горки, вы говорите. Потом там же интеллигенция разговаривала об этом и так далее. Но румынские спецслужбы существовали. А вы говорите, что наши спецслужбы не существовали в этой элите. Нет, ну как, они существуют, но они просто не имели... На тот момент не имели такой роли, да, вы говорите, не играли такой роли. Это не КГБ в России. И, соответственно, и была такая теория о том, что в наше падение ВВП, кстати, вот господин Яницев озвучил совсем недавно, что оно произошло за 90-е годы, с 90-го, там, скажем, по 2000, там, или по 80-е, по 99-й, практически в три раза, что Румыния сознательно работала над тем, чтобы ВВП уменьшался. Потому что на тот момент, когда в 90-е годы говорили о том, что давайте меняться с Румынией, все говорили, а зачем нам эта бедность? Зачем одну бедность обменять с другой бедностью? Да, да, да. Ну, смотрите... Имеет ли право на жизнь такая теория? И вот вы много об этом говорили сейчас. Я всегда противник таких объяснений. Объясню почему. То, что в Румынии кто-то хочет и там... Вы сами сейчас о Мизоне рассказывали о перенанивании работников, перетягивании оборудования. Я вот закончу мысль. Всегда, если ты слабый, то всегда ты превращаешься в объект манипуляций. Всегда по поводу тебя у соседа появляются какие-то планы, которые ни в коем случае не могли появиться, если ты выглядишь немножко иначе. Это же очевидно. Если, значит, конечно, по вопросу отношения официальной Румынии к Бессарабии, к республике Молдова, он никогда не менялся. Даже в социалистические времена мы знаем известную полемику Брежнева и Чаушеску. Она, стенограмма ее очень интересная, ее почитать. Вот, Любодорога сегодня. Очень любопытно. Они там до геттов и даков дошли. Вот, Брежнев и Чаушеску. Смешно. Смешно. Смешно, да. Но, тем не менее, это было. И всегда Бессарабия для Румынии, то, что она находится за пределами Румынии, была такая определенная, ну, я бы не сказал травма, но возвращение Бессарабии было мечтой, и вокруг нее всегда проводилась какая-то политика. Грош цена стоила бы этой политики, была бы, если бы в Молдове проводилась бы просто своя политика. Своя политика. Она бы не уживалась в этом макияне. Вот, а интерес Румынии к Молдове всегда можно использовать в полезном смысле, а не только в негативном. Пик, вот перелом произошел в пользу Румынии, конечно, тогда, когда Румыния стала кандидатом в Европейский Союз, а потом членом Европейского Союза, естественно. И уже здесь действовали не чары румынизма, не лимба-нуастры, а просто деньги, социальная защита, гарантии, которая обеспечивала общая социальная политика Европейского Союза, а не просто Румыния. Достаточно привести пример. Вот мы в 2004 году начали реформу Академии наук, очень успешную. За это Владимир Николаевич Воронин получил золотую медаль Института Свободы в Брюсселе. Это Европейский институт. Да, и ЮНЕСКО назвало Молдавскую реформу Академии наук одной из четырех мировых моделей решений реформирования сферы науки и инноваций. И произошел страшный скачок в развитии индекса цитирования на молдавских ученых и так далее. И это очень само по себе интересно. К этому можно было бы вернуться, если бы, так сказать, в какой-нибудь отдельной передаче о роли науки, так сказать, в развитии экономики. Так вот, в это время Румыния еще не член Евросоюза. И она очень серьезно отстает от Республики Молдова. Есть какие-то показатели? Есть абсолютно наукометрические, объективные показатели. Вот профессор Дикусар, Александр Иванович, замечательный академик Академии наук Республики Молдова. Он может об этом отдельно рассказать, замечательный рассказчик. Так вот, кроме всего прочего, это длилось еще до 2008-2009 года. 2010-го, когда уже начали новые власти, быстренько начали сворачивать финансирование Академии наук, убивать ее и так далее, и так далее, и добили, вот как сейчас выясняется, окончательно бесповоротно вроде бы. А все равно радикализм. Да, 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 а зачем нам Академия наук, когда у нас есть там Пухаристин, например. Но они действительно так к этому относятся. Так вот, европейские стандарты жизни, качества жизни и экономического развития в Румынии в первую очередь вызваны европейской интеграцией. И, в общем-то, привлекают сегодня граждан Молдовы не столько в Румынии, но только в румынскому паспорту, который открывает перспективы в Европейские Союзы. Вот, сейчас, после того, как в силу объективных обстоятельств, не коллективных усилий молдавской политической элиты, а в силу объективных обстоятельств, драматических событий в Украине, вот, Украина и Молдова получили статус кандидата в Европейский Союз. И если произойдет при этом правильная смена политических элит в Молдове, не вот этих, которые до сих пор не могут заполнить на получение грантов в инфраструктурное развитие, в энергетику и так далее, а нормальных людей, которые государственники, я не говорю, что они должны быть сторонниками Европейского Союза. Европейское кандидатство в Евросоюз еще ничего не гарантирует. Но она дает линию конфетно-букетного периода, открытости европейских фондов. Ну и она дает ориентиры, допустим, которые тебе не помешают, если ты исполнишь. Например, Турция решила все свои инфраструктурные вопросы, главные, в начале 2000-х, будучи кандидатом в Европейский Союз. То же самое случилось и с Польшей, кстати, и с Румынией, с странами Вышеградской группы. Кандидатство – это выгодно, это период флирта. Еще никто носки не стирает, еще никто не заставляет выносить мусор. Здесь в это время только цветочки, только коньячок, только конфетки. На этой стадии нужны очень серьезные прагматики, которые способны использовать ресурсы Евросоюза, во-первых, правильно их затребовать. Вот посмотрите, в Украине рядом идет война, извините, я, наверное, сбился с какого-то подхода вашего. В Украине рядом идет война. Они кандидаты в ЕС, мы кандидаты в ЕС. Каждый день на одном из сайтов, например, Корреспондент.net вы обязательно найдете, что сделано в Украине в рамках движения кандидатств. Они там что-то строят, они что-то возводят, они проводят активную социальную политику, они замораживают цены, они контролируют цены, они борются с инфляцией, они запрашивают международную финансовую помощь на содействие социальным проектам. Это Украина, вот здесь рядом, где пылают города под бомбами. А здесь мир, а здесь прикрываются войной, которая идет на Украине, и продают свою страну в другой стране в этот момент. И ничего не делают для того, чтобы использовать эти ресурсы. Поэтому вопрос не фатален. Да, мы находимся в таком положении. Но можно любую страну довести до Цугундора, что называется, при самом замечательном географическом положении, при замечательных природных ресурсах и природной ренте, можно быть 30-й экономикой мира. А можно не иметь ничего, как Сингапур или Гонконг. Ну, Гонконг уже не является независимым государством. Ну, неважно, был. Был. Да. Был, потому и был интересен Китаю. Да. Не только Китаю, миру. Миру. Он был интересен миру. Так же, как и Сингапур стал интересен миру. И вот здесь территория, на которой даже воды пресной нет. Так что мы в сравнении с Сингапуром на стартах двух условий просто замечательно себя чувствуем. Воля, проект, объединение всех сил, невыяснение, кто на каком языке говорит и кто в какой, кстати, партии был, тоже уже не важно. Стране нужны не репрессии, а тотальная гражданская амнистия при наличии общей стратегической цели, которая охватывает большинство населения. А большинство – это старики, женщины и дети. А вот вы, кстати, двигались в сторону Украины. Вот очень интересная ретроспектива. Вы говорите, что можно любую страну довести до Цубундера. Вот вы говорили о реалиях молдавской экономики, говорили о реальной политике в 90-е годы. И после этого вы сделали вывод о том, что, в общем-то, возможно даже тезис – это геополитическая ловушка, но в принципе были другие причины. На сегодня, если брать статистику, ВВП Украины – это около 150 миллиардов долларов. Для такой огромной страны это очень маленький ВВП. Например, ВВП – это уже в Румынии – 250 миллиардов. – Да, да. – Вопрос – а кто их довел до Цубундера? Ведь они тоже, примерно, в том же хвосте плетутся, как и мы. – А я не буду говорить ни отдельно ни про Украину, ни про Россию. Это некорректно будет. Я себя отношу к действующим политикам. Мне с этими людьми еще встречаться, разговаривать. И любому человеку не нравится, когда кто-то там про его страну что-то там говорит. Я скажу только одно. – Нет, я к тому, у них не было наших людей, они же не были засланцами, там у них были свои люди. – Да, да. Я могу сказать только одно, что мы быстрее, мы быстрее. У нас это все быстрее происходит, потому что наша элита ориентировалась на ликвидацию своего государственного проекта. Но в целом я начал с того, что все постсоветское пространство, все, из чего состоял Советский Союз, и элиты, которые пришли в нем к власти и отстранили, кстати говоря, от доступного влияния на принятие государственных решений. Абсолютное большинство общества лишило его социальной перспективы, столкнули лбами, придумали свои национальные героические мифы и во имя их решили, так сказать, класть людей на границах своих независимых государств. Так вот, никто, в принципе, отличий больших нет. Отличий больших нет. Все деградируют. Все деградируют. 31 год полное отсутствие любого левого проекта. А проекты бывают только левыми. Не бывает... Потому что, когда мы произносим слова справедливость, солидарность, равенство, это понятие инвестиционное, с отложенным эффектом. Для того, чтобы, мы говорим, надо вкладывать в детей. С точки зрения нынешних рыночников-каннибалов, а что вкладывать детей? Какой это толк? Прибыль. Прибыль, где они говорят? Вот закрыли аграрный университет, прибыли нет, дохода нет, закрыли. Закрыли Академию НУК, прибыли же нет. Академия НУК – это не дети. Это дети. Это определенные проекты, которые нуждаются в отложенных эффектах. Они будут, но позже. Поэтому, когда мы произносим абсолютно социальные понятия, они только тогда приобретают смысл. Они наполняются практическим результатом со временем. А пока они не наполнились, они становятся ценностями, с которыми мы идем в общество. Ты можешь проводить либеральные реформы, как мы, будучи коммунистами, провели самую радикальную реформу, ввели нулевую ставку на реинвестируемую прибыль. Все говорили, как так? Как так? Давайте на один год, я помню. Да, да. И почему вы провели фискальную амнистию? Левые во всем мире поднимают налоги, а вы до нуля. Да еще амнистию провели. Для того, чтобы поднимать налоги, нужно поднимать с чего-то эти налоги. При условиях тотальной. Чтобы люди стали платить. Да. Не только люди, для того, чтобы появились предприятия, которые способны их платить. Наша задача, как у левых, как у коммунистов, это что? Занятость. Расширение занятости. Да, это левый конюнг. Расширение занятости. Левый конюнг. А для того, чтобы расширялась занятость, капиталист, условный предприниматель, по современному и комфортному языку, он должен что делать? Он должен расширять свой бизнес. А к чему он будет расширять свой бизнес, если он свой капитал прячет в ашшерной зоне? Тут мы сказали ноль. Он вернул из ашшера, реинвестировал, показал. У него появился актив. Он его оценил. Он при нем пришел с белым активом в банк, получил кредит. Опять появилась эта самая расширилась занятость. Увеличился выпуск. Больше добавленной стоимости. Налога с добавленной стоимости. Поступила в бюджет. А это главный налог. Вот они доходы с прибыли. И вот мы решили. То есть, если ты мыслишь стратегически, если ты левый, ты мыслишь стратегически. Если ты левый, ты мыслишь в других категориях. Левый, это не означает ходить только с красным флагом и вспоминать о Сталине. Да-да. Значит, и говорить всегда готов. Это иногда совсем не левый. Это иногда совсем плохо. Вот. А Молдавия нуждается в таком проекте. Проект, который сразу основан на том, что вот эти бедные наши, что у нас нет детей из хороших семей, которые учатся в спецшколах элитарных. Что пусть будут элитарные школы, но пусть наши школы. Мы можем сделать школы лучшими. В этой части его можем. Но для этого что мы должны сделать? Мы должны создать самый современный педагогический университет. Для этого мы должны пригласить самых известных новаторов, молодых людей в сфере педагогики в Республике Молдова на разных языках. Мы замотнёмся. Ну, к примеру, я говорю. Вот, например, цепочка. Для этого должна быть амбиция. Для этого должна быть вера в человеческие силы, способности и ориентация на результат. А не закрывать, 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 закрывать школы. Никаких проектов не будет. Если ты хочешь... Вы знаете, извините, я к вам обращусь, Андрей Иванович, мне неловко к вам обращаться как к ведущему передачи. Я знаю вас как эксперта очень высокой квалификации. Я помню ваши предложения по развитию животноводства, аграрному сектору. Я вам честно скажу. Для меня это с одной стороны как трёх... Как это называется? Трёхходовая комбинация? Нет. Ладно, слава богу, что не вспомнил. Не очень цезурно выглядело. Как квадратный трёхчлен. Так вот. Но, тем не менее, я был очарован логикой и пониманием того, как работают все эти цепочки, связанные между развитием, так сказать, аграрного сектора в сфере растеневодства и зерновых, и соотношением с животноводством. И определёнными его сегментами. Но я такого нигде не слушал. Но сейчас это берёт на вооружение правительство новое. Ну, не правительство, а новому министру. А новому министру, да. А вы сейчас, кстати, когда рассказывали по поводу налогов и так далее, выставили такую цепочку. Мне такое впечатление показало, что вы какую-то частичную дорожную карту про Приднестровье рассказываете. Как Приднестровье плавно имплантировать с их налогами и так далее. Я могу это ответить сейчас? Нет, мне так показалось, что это какая-то часть... Да, это часть... Как вы думаете, давайте так задам вопрос, пригодна ли эта часть как-то для Приднестровья в вашем мнении? Мне так вот как-то показалось. Смотрите, для того, чтобы у Приднестровского вопроса есть много ключей, как известно. И многие из них правильные, многие, так сказать, заржавели. В некоторых случаях не ключи подбирают к замку, а замок ищут, так сказать, подходящий к тем старым заржавевшим ключам. В нашем случае есть, конечно, политическая часть, статус, шматус, распределение полномочий, как они должны работать. Вот эта Академия наук, она, конечно, очень важна, вот это вот академическое упражнение. Но есть люди, которым, слава богу, умеют заниматься, пусть занимаются. Я считаю, что, или мы считаем, я уже говорю от имени той политической организации, в которой я состою, мы считаем, что есть несколько простых прагматических подходов. Пункт номер один. Обязательный. Признание собственности. Вы сейчас говорите о Приднестрове. Я говорю сейчас о Приднестрове. Признание собственности приднестровских экономических агентов в молдавской юрисдикции, без всякой его ревизии. Шериф, не шериф, я не знаю, Иванов, Петров и так далее. Это не имеет никакого значения. Нужно быть щедрыми и подняться над частностями. Потому что, как только мы признаем собственность, какой мы подарок преподносим Приднестровскому экономическому агенту, мы в первую очередь превращаем его владение в актив. Да, я почему вспомнил об этом в ликвидный актив. Он пошел в банк, и этот банк сразу ему придет деньги. Он может его продать, он может его купить. А если он не может ни то, ни другого сделать, кроме какой-то черной схемы, по которой он найдет какого-то черного покупателя, который будет готов это купить, не обеспечено никакими правами, международными обязательствами, ни в суде не выступить, ничего не доказать, то это означает, что будет делать этот человек? Он будет думать, да пошли эти молдаване, да пошло это самое международное признание. Будем сидеть здесь, вот пока доится эта корова, я буду ее доить. И это интересно обеим сторонам? Богатство России будет прирастать в Сибирь, богатство Молдовы прирастать в Приднестровье? Пусть приднестровцы их прирастают сами своим богатством. Чем больше богатых людей в Молдове будет, в таком смысле, тем лучше. Какая разница, где они живут? Но мы снимаем... Кто живут у нас? Да, они живут формально у нас, да. Но так, чтобы... Второе, значит, если ввести опять нулевую ставку налога на реинвестируемую прибыль, даже вот в этих условиях, вот в этих условиях, сколько у нас бюджет получает доходов от сбора налога на прибыль? Ну, 7-10%. Может быть, много это, ну, наверное, много. Но если мы вводим нулевую ставку, то мы тут же создаем более широкое поле. А что нулевая ставка, например, для Приднестровья? Ничего пока. Но если мы собственностью решили вопрос, сегодня у них там налог с оборота. Да. Это достаточно и для них самих непонятная история, потому что там другая современная налоговая система, которыми они все равно неизбежно сталкиваются с другими странами, другими рынками. И несходство – это большая проблема для них. Для того, чтобы перейти на взимание... Для экспортеров, да. Для внутреннего рынка все равно. Для внутреннего рынка вообще все равно, так сказать. И можно и приднестровскими деньгами пользоваться. Да, совершенно верно. Но если вы хотите дальше развиваться, и у вас появляется стимул к налоговой реформе, это уже интересно. Это некая общая налоговая реформа страны, я так понимаю. Ну, может быть, конечно. Почему нет? Всегда нужно понимать, что в этих вопросах нужно исходить не из логики репрессия. Давайте мы их не пустим, давайте мы их закроем. Что сейчас активно используется. Ну, время от времени это происходит. Давайте им перекроем воздух. Ну, они всегда необходимы, когда речь идет о какой-то криминальной истории. Но иногда вы сами выводите половину страны за пределы легального поля, а потом преследуете их как криминалитет, то неизвестно, кто источник этих проблем. А вот, я извини, давайте немножко сменим вектор здесь с вашего разрешения. Вы вот, чтобы закончить просто рассуждение. Вы говорили о Румынии, сказали, что привлекательность Румынии сегодня растет не только связана с тем, что, скажем, есть часть общества интеллигенция, которая тянется туда, как, может быть, к источнику своей же нации. Идентичности. Идентичности, предположим, к культуре и так далее. И там может быть и интеллигенция, и кто угодно там быть. Но вы говорите, что привлекательность с точки зрения вступления в Евросоюз, Румыния, она растет в глазах молдавского населения. Она, скажем, больше, чем в 90-е годы, в вашем понимании? Нет, давайте не в моем понимании. Значит, в понимании социологической статистики. Значит, большую часть времени молдавской независимости, вплоть до 2015-16 года, это уже прошло 7 или 8 лет после того, как Румыния была членом Евросоюза. Она в 7-м году вступила? Да, в 7-го, я говорю, вплоть до 15-го года. Количество людей, которые выступали за объединение Молдовы и Румынии, не превышало 7%. А с 2014-2015-2016 год резко начало расти. И достигло в какой-то момент 32%. Это очень много. Какой момент наступил когда? До действующей власти или после? До действующей власти. Еще до действующей власти. Почему? Потому что именно в этот период Плохотнюка, так сказать, постплохотнюковский, вот этот период розово-синий, вот, у людей возник, как я его называю, прагматический унианизм. Меня вот сейчас будет критиковать мой друг Василий Владимирович Шова, который говорит, «Как ты можешь об унианизме говорить, прагматический унианизм?» Я не об унианизме так говорю, я не унианист. У меня единственное гражданство, республики Молдова и другого не было и быть не может. Но, тем не менее, я пытаюсь объяснить социологически позицию людей, очень часто русскоязычных, гагаузов. Бытие определяет сознание? Не бытие определяет сознание, а разочарование в молдавском политическом проекте. Они решили, причем это часто не молодые люди, которые выступают за объединение с Румынией. Это люди, отчаявшиеся, которые сказали себе в определенный момент, кстати, статистика опять изменилась, сейчас я об этом скажу, которые сказали себе, «Слушай, здесь перемены невозможные. Я уже ничего не увижу». Жил, строил, строил, вот я пришел сюда. Ничего, ничего, власти меняются, приходят, уходят, воруют эти депутаты, какими были, вот ничего не меняется к лучшему. Пусть ужасный конец, чем ужас без конца, пусть придут румыны со своим прокурором, со своей полицией, жандармерией и со своими пенсиями. И пусть они накажут вот эту власть. Вот примерно такой подход. Это настроение такое, ситуативно-временный всплеск, он может, временно это не означает, 5 минут, он может длиться несколько лет, сейчас он стал снижаться. И он стал снижаться не под воздействием власти, нынешней, не в результате терапевтических усилий, он стал снижаться прямо по противоположным, так сказать, параметрам, потому что многие неудачи нынешней власти, которая одевает на себя тогу, в том числе, невероятно дружественной Румынии политической структуры, пас, это двери в Бухарест, это двери в Ясс, это двери в Клуши, в Мишуару и так далее. Это просто вот, они открыто, мы до чего дошли, они не только являются гражданами Румынии, да ради бога, будьте гражданами Румынии. Но когда они в амплуа государственных, высших государственных лиц, с удовольствием фотографируются, там селфи себе делают, во время своего голосования на румынских выборах, то ли румынского президента, то ли на какой-то политической партии, ходят так с тайкой, и девочки, давайте сфотографируемся, сделаем селфи, какие мы замечательные румынские гражданки. Это, конечно, бесит людей. И они дискредитируют, вот этот румынский выбор, дискредитируют и идею унири, очень серьезно. И за последние месяцы, особенно за последние 5-6 месяцев, количество людей, которые традиционно, то есть, во-первых, этот процент перестал расти, во-вторых, он падает, и неуклонно снижается. Число людей, выступающих за независимую Молдову, резко растет. Потому что для очень многих людей независимость Молдовы, вот в этой жесткой обстановке, является синонимом слова сопротивления. Если я за Молдову, значит, я сопротивление этим козлам. Я сейчас цитирую его, и это не я говорю, это я пытаюсь воспроизвести ментальность людей, с которыми приходится часто общаться. Я за Молдову. Я против этих козлов. Я против всех козлов. Я был за Румынию еще недавно, а сейчас на этих Румын вот здесь посмотрел. К сожалению, ну так. Вот это происходит, так транслируется. Поэтому задача заключается в том, чтобы избавиться в том числе и от этих, конечно, фобий, и от этих конспирологических версий. Пока мы слабые, слабые, нами будет пользоваться кто угодно. Мы будем нервно реагировать на телеграм-каналы, на всякие информации, на заявления всяких депутатов разных других парламентов. Вот он проснется, что-то там заявило Молдове. Тут же надо бежать, опровергать нервно. Да пошел ты, кто ты такой, чтобы вообще про Молдавию вспоминать? Ничтожество. Вот. Ты вообще иностранный гражданин. У нас есть своя страна, своя политика, свой выбор, опирающийся на волю большинства. Мы можем так действовать? Должны так действовать, Андрей Иванович. Должны. Если раньше казалось, что мы не знаем, что делать, сегодня мы знаем, что делать. Мы плавно переходим от вопроса Герцена, кто виноват, к Чернышевскому, что делать. Есть. Есть. Да, наверное. Это очень интересно, как завершение передачи, может быть, как заключение. Я могу сказать одно. Я могу сказать одно. Вы озвучивать можете с разной стороны. Я могу сказать, что последние шесть месяцев... Что делать? Последние шесть месяцев были временем тяжелого морального, психологического выбора и стресса. Ну, для Молдовы, например. Рядом идет война. Как ко всему этому относиться? Как обозначить свою позицию? Вы знаете, лучше всего обозначило свою позицию само молдавское общество. Вот в целом. Оно совершило непредсказуемое движение. Удивительное в своей интеллигентности, в своей глубине мудрости. В то время, когда... Вы имеете в виду нейтралитет по сравнению с труднением НАТО? Да. Не просто нейтралитет. Не просто. Ну, НАТО, как условные блоки, он называл. Не просто. Я сейчас вот четче, интереснее гораздо. Будьте любезны. Когда вот наступило 24 февраля, то что могло показаться? Что, ну, куда качнется общественный интерес? Скажут, давайте мы вступим в НАТО и спрячемся. Это гарантия хоть какая-то. Ну, так, по крайней мере, решение принимали другие страны. И это казалось абсолютно логично. Это было логично там. В Швеции, да. Да, да. С другой стороны, значит, ну, естественно, должно вырасти число людей, которые хочут избрать там рубинское гражданство. Что произошло в Молдове? В Молдове с 38% за нейтралитет. Или с 38-42, это такие постоянные колебания, и 20% за НАТО всегда было. Это вы говорите до этого года? До, до, до. До 24 февраля. Уже через 2-3 недели после этого, ну, закрытые социологические опросы, в том числе те, которыми пользуется власть, зафиксировали феномен, который до сих пор остается непоколебим. Вот. Он состоит в том, что, ну, во-первых, в Молдове общество, конечно, разделилось. Не в своем отношении к войне. Да, войну практически все отрицают. Да, в своем отношении о причинах войны. Одни половины осуждают Владимира Зеленского, другая половина Владимира... Да, но все против войны, в основном 90% мира больше. Да. Но против как таковой войны. Да, да, да. Но эти две части друг с другом не ведут полемику в Молдове. Обратите внимание. Ведут полемику засланные, как это сказать, горлодеры, психопаты, которым очень интересно не изменить ситуацию в стране, а обязательно высказаться. Это такая болезнь людей из Фейсбука. Значит, обязательно высказаться. Ему кажется, что с утра, если он не выскажется о смерти, там, почему-то, то все будут его спрашивать, как ты не высказался до сих пор. Как так получилось? А вас не спрашивают, кстати. Весь Фейсбук. Я предложил книгу, посвященную распаду СССР, и я говорю по полной программе. Как от одних, так и от других. И поэтому я стараюсь не высказываться на такие темы. Так вот, что же касается молдавского общества, то обе части, знаете, что их объединяет? Их объединяет, их очень конструктивное на практике, не только в социологических опросах, отношение к украинским беженцам, которое было продемонстрировано. 480 тысяч граждан Украины проехало через территорию Молдовы, и около 80 там с чем-то тысяч остались. Ну, так статистика говорит. Да, статистика говорит, что мы приняли самый большой удар в пропорции к населению. К населению, которое есть в нашей стране. Конечно. Мы проявили удивительную щедрость. Обе части. Никто друг на друга не фыркает, голос не поднимает. Но самое главное, обе части пополнили собой удвоение, практически полное удвоение процентов людей, выступающих за нейтралитет. 83%. Может быть, это заслуга власти? Власть повела себя правильным образом? Власть повела себя безусловно, с точки зрения фигуры речи, правильно. В том числе потому, что у нее не было выбора. Они знали, на какой стороне молдавское общество. И писать против ветра, даже таким угрюмым хипстерам, тоже как-то, так сказать, не очень с руки. Здесь сработало, так сказать, молдавское общество, как очень интересная, здоровая, конструктивная сила, которая с самого начала сказала. Что общество сказало вот этим? Что оно просимволизировало? Во-первых, что у нее есть национальная идея. Национальная идея – это не насилие. Отказ от насилия в международных отношениях. Это удивительно. 83% – я не убежден, что в Швейцарии и в Австрии есть такие проценты. Швейцарий немножко по-другому себя ведет. Ну, это другая история. Помните Илла Иреонова, который рассказывался по этому поводу? Да. Значит, но здесь 83%, которые обвиняют разных людей. Но те, они в целом… Что такое нейтралитет? Это не моя хата с краю. Это не тогда, когда, как говорил Данте, самое жаркое место в аду предназначено для людей, которые в минуты барального выбора хранят нейтралитет. Нет. Это активная политика, выступающая против насилия, против расчеловечивания. Потому что в том числе в Молдавии была гражданская война. В том числе в Молдавии был 92-й год. И люди помнят, как люди, стрелявшие друг в друга, потом оказались за одним столом, оказались еще в одних политических партиях, потом еще оказались друзьями и так далее. Что не нужно затягивать процесс вспарывания человеческих животов для того, чтобы понять, как устроен человек. Что по этому поводу, так сказать, лучше не начинать. И Молдова оказалась неожиданно местом мира. Местом мира. Местом примирения. Местом, где еще человеческая жизнь является несомненной ценностью. Где, вы посмотрите, никакого всплеска, ни ксенофобии, ни каких-то межэтнических проблем. Ничего. Ведь к нам приехали не просто украинцы, нам приехали русскоязычная часть Украины. Ну, не всегда. Ну, не всегда, но Кишинев говорит сегодня очень много на русском языке, примерно, как там, в какой-нибудь 93-м году еще. Вот, тельный вес их поднялся. Никаких вопросов. Желание оказать содействие, желание помочь. Это очень важные качества. Это инвестиция, вот это, в этом случае можно сказать, это инвестиция всей нашей многовековой истории, в наших людей. Которые знают... Увернули с того, чего мы начали. Взаимопомощь, поддержку, содействие. Вот таким местом является Молдова. Это хороший старт для настоящего, подлинного социального проекта в Молдове. То есть, вы сейчас рассказали немножко об оболочке. И давайте в заключении все-таки, что делать? Вы можете на раз, два, три перечислить? Да, значит, что делать? Я считаю, что обществу надо объединяться. Это не лозунг. Общество должно объединяться на профессиональном уровне, региональном уровне. Сегодня. Очень быстро. Бельчане. Вот, смотрите, что делают гагаузы. Они собираются на собрания. Они выдвигают требования. Они сами по себе и нация такая. Они выдвигают определенные требования. Иногда утопические. Иногда, может быть, деструктивные. Но они ведут себя как настоящие, подлинные граждане. Гражданин, когда ты гражданин, ты активен. Ты не потребитель гражданских услуг. Ты, в первую очередь, человек, который их поддерживает и развивает. Объединяться. Для чего объединяться? Для того, чтобы принять несколько решений. На региональном уровне. Собирать форумы. Не смотреть, кто из какой партии. В некоторых случаях трудно не смотреть, кто из какой партии. Особенно, когда есть партия из трех букв. Одна. Которая свою маркетинговую сеть превратила в политический проект. Это интересное умение. Мы будем, пусть это будет остаться теоретическим знанием. Практически объединяться. Настоящим элитам. Людям. Собираться в форумы. Объединяться. И говорить, нам надо собраться вместе. Такого-то числа. В городе Бельце. Такого-то числа. В городе Кишиневе. И не привозить людей. Как в теплушках перевозят. Привозите своих людей. Почему вы не выводите своих людей? Каких своих людей? У нас что? Люди в казармах сидят с транспарантами. Им тут свистнули. Они выходят свои люди. Свои люди это мы с вами. Знать, что есть день. Час икс. Он может быть. Обзвонить своих знакомых. Друзей. 50 человек. И сказать, слушай. Если мы будем собираться. И определять свою судьбу. Как быть с газом. Как быть с ценами. Как быть с этим правлением дальше. Это все демократия. Называется прямая демократия. Тут не надо никого свергать. И мы придем. Сядем на троллейбус. И приедем в центр Кишинева. Поехали вместе. Таких как мы будет много. Не будут везти людей заспанных. Которые потом будут думать. Как бы им поехать на центральный рынок. Пить селедку. И вернуться домой. Светили нечто. Не с пустыми руками. Здесь мы горожане. Граждане. Мы оплот народ. Мы способны на это? Мы на такую мобилизацию. На такой выход. Не спасая задницу Игорю Дадону. Или еще чего-то. А во имя всего общества. Вот это и есть государство. Это и есть гражданство. Это и есть очень срочная задача. Мы в этом будем принимать самое активное участие. Мы говорили. Мы берем паузу на полгода. Полгода прошло. Мы понимаем, что другого пути нет. Не разрушать страну. Не переворачивать. Не раскачивать лодку. Потому что там крыся какой-то тошнит. А объединять все силы. Для того, чтобы этих людей было много. Чтобы было ясно, что они обладают легитимностью. Доверием. Чтобы они не шли за какими-то лидерами. А сами поднимали собственную оценку. От того, что они участвуют в этих акциях. Не просто протеста. А утверждение новой повестки дня. Нам нужна новая страна. Нам нужна новая конституция. Нам нужен новый социальный порядок. Нам нужны общественно одобренные цели развития. Простые и понятные. Жизнь большинства граждан. Стариков, женщин и детей. Маргинюш, спасибо большое. Очень интересная была беседа. Я думаю, что мы затронули много вопросов. Которые, может быть, интересны зрителю. Или будут осознаны ими как интересные вопросы. Хотелось бы обсудить еще что-то, может быть, и в будущем. Вы предложили там разные темы. Возможно, мы найдем возможность встретиться еще раз. Я благодарю зрителей за внимание. И желаю им здоровья и о нашей стране процветания. Всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо, Маргиньевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова